Денисом Езерским Денисом Езерским Денисом Езерским Денисом Езерским Денисом Езерским Денисом Езерским Но по 9 месяцам статистика Министерства спорта и туризма говорила о том, что мы в медальном зачете продолжаем удерживать второе место после города Минска среди регионов страны. Ну а если среди областей, то первые. По медальному зачету и если говорить конкретно о тех задачах, которые стоят сегодня перед учреждениями Гомельской области, это подготовка резерва, то опять же по медальному зачету среди резерва Гомельская область занимает первое место. Если говорить о победах, то на сегодняшний день, наверное, надо начинать с гребцов, потому что на прошедшем чемпионате мира по гребле наши спортсмены Гомельской области завоевали 4 медали. Также, наверное, стоит отметить и призера 31-х Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Мария Мамашук, которая стала обладательницей серебряной медали на чемпионате Европы по борьбе. Женя Цуркин буквально совсем недавно показал блестящий результат в эстафете на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Тоже довольно-таки яркая победа этого года. В очередной раз, наверное, нас порадовали пятиборцы, которые стали бронзовыми призерами чемпионата Европы. И это тоже довольно-таки значимый результат для школы пятиборья Гомельской области, которая имеет довольно-таки большие традиции. На проходившей с 15 по 21 октября в Албании чемпионате Европы по тяжелой атлетике, после очень длительного перерыва, и любители спорта и тяжелой атлетики знают о том, что спортсмены области давно не приносили хороших результатов. Я бы отметил выступления наших юниоров. Серебряные медали завоевали Женя Тиханцов и Артем Шагов. Это наши такие подрастающие звездочки, которые, я думаю, что еще совсем немного и заявят о себе очень громко. Прошел чемпионат Европы по тайландскому боксу во Франции, в Париже. Две бронзовые медали наших спортсменов. Тоже мы готовились, мы направляли этих спортсменов, мы ожидали результата, потому что и Анна Шитова, и Анатолий Вонаков – это ребята, которые уже показывали себя на международной арене. Прошел чемпионат и первенство Европы в Польше по спортивной акробатике. И из 14 медалей, которые завоеваны всеми спортсменами сборной Республики Беларусь, 7 медалей, 50% – это представители Гомельской области. Ну и, наверное, самая яркая победа, которая прошла в 2017 году – это 23-летние Дифолимпийские игры. И надо отметить, что целеустремленность, волю и мужество показали наши спортсмены. Завоевали 12 медалей – 3 золотых, 8 серебряных и 1 бронзовую – непосредственно спортсмены Гомельской области. И, наверное, это самая яркая победа, подтверждающая сегодня хорошие навыки, хорошую школу и профессионализм тренеров. Подготовку, которую провели ребята, они достойно представили и нашу страну, и регион на этих главных стартах непосредственно для спортсменов, инвалидов по слуху. В этом году произошла реорганизация некоторых спортивных учреждений, в частности, центров Олимпийского резерва. Они стали более узкоспециализированными, аккумулируют в себе лучших спортсменов. Идет ли это на пользу? Я думаю, что да. На самом деле, с 3 января 2017 года Министерством спорта и туризма проводится определенная реорганизация системы спорта, оптимизации. Такая реформация не может не пойти на пользу. Я думаю, что даже уже сейчас мы видим в том числе и положительные моменты. Ну, а перспектива, она будет понятна уже совсем скоро. Было принято правильное решение, значит, либо нет. Но, на мой взгляд, да. Это определенная четко выстроенная система от детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ к центрам Олимпийского резерва, которые непосредственно должны заниматься резервом. И подготовка этого резерва, координацией всей системы спорта в регионе, к республиканским центрам Олимпийского резерва, которые непосредственно уже занимаются национальными командами и сборными Республики Беларусь. На сегодняшний день 8 центров Олимпийского резерва создано в Гомельской области. Стоит также отметить, что на сегодняшний день с 1 сентября в Гомельской области, и пока мы единственные в стране, появился центр Олимпийского резерва по дифолимпийским и паралимпийским видам спорта. То есть сегодня даже в таком направлении, как паралимпиада, дифолимпиада, выстраивается четкая система работы со спортсменами с ограниченными возможностями. Это очень важно. И сегодня 10 видов спорта сконцентрированы в этом ЦОРе. Соответственно, тренерский состав, который специализировался по работе с инвалидами. Я думаю, что у этого ЦОРа тоже довольно-таки большое будущее. К слову отметить, у нас в этом году прошла аттестация всех учреждений и детско-юношеских спортивных школ, и специализированных детско-юношеских спортивных школ, и Министерство спорта провело аттестацию из последующей аккредитации ЦОРов. Все наши центры Олимпийского резерва, которые сегодня работают на территории Гомельской области, успешно прошли аттестацию, подтвердив свое право на 4 года по работе в этих направлениях. Чего нам ожидать от нового 2018-го спортивного года? Большое количество мероприятий пройдет в 2018-м году. Совсем недавно мы утвердили календарь спортмероприятий. Еще раз отмечу о предстоящем в марте месяце чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях среди инвалидов по слуху. Мы к нему готовимся, к этому мероприятию. Оказано очень высокое доверие нам, и я надеюсь, что мы сделаем все, чтобы оно прошло на высоком организационном уровне. А самые главные результаты и надежды у нас все-таки связаны с предстоящей 23-й Олимпиадой зимней, которая будет проходить в Корее. Четыре спортсмена представляют Гомельскую область. Алла Цупер, Денис Осипов, Артем Башлаков – это спортсмены, которые сегодня будут представлять нашу область во фристайле и страну. Ну и Надежда Писарева в биатлоне. Мы надеемся, что спортсмены покажут хорошие результаты, принесут заветные очки и медали не только Гомельской области, но и Республики Беларусь. Денис Владимирович, в наступающем 2018 году в вашем лице хотим пожелать всему гомельскому спорту побольше побед, побольше медалей, рекордов, успеха на предстоящей Олимпиаде. Ну и всего самого хорошего. Спасибо большое. Одна из последних ярких побед гомельского спорта случилась буквально 10 дней назад. Хоккейный клуб «Гомель» выиграл кубок Руслана Салея. Виктория значительная, особенно если исходить из того, что рыси ничего не выигрывали последние пять лет. К тому же теперь «Гомель» стал в один ряд со столичной юностью обеих команд по пять побед в Кубке Беларуси. На пути к долгожданному трофею рысам предстояло преодолеть последнюю преграду в виде действующего чемпиона страны Гродненского Немана. В финале Кубка судьба доселе эти команды не сводила, даже несмотря на то, что обе дружины принимали участие во всех 17 розыгрышах. События на гомельском льду развивались достаточно стремительно. Все произошло в первые 25 минут. На седьмой минуте счет открыл Соломонов. Отметиться ему удалось благодаря голевым действиям Мусиенко и Дурнова. На третьей минуте второго периода преимущество гомельчан удвоил «Волчик». Ликованию трибун в этот момент не было предела, однако через два оборота секундной стрелки Ремезов вынудил обернуться назад нашего голкипера. Не успел достать Игорь Брекун шайбу из ворот, как туда через 15 секунд залетела вторая. До конца матча у обеих дружин были возможности вырвать победу, однако цифры на табло не изменились. 2-2. Игра была хорошая, немножко нам, скажем так, не повезло, не дотерпели две грубейшие ошибки в обороне, просто детские не позволили нам довести матч до победы. Как говорится, начинается все с нуля. Спустя две недели в Гродно команды начинали с нуля, однако закончили точно так же. Речь об основном времени матча. Счет в решающей игре открыли гомельчане. На 19-й минуте Герман Нестеров записал на свой счет результативный бросок. Правда, недолго цифры 0-1 горели на табло Гродненской ледовой арены. Менее минуты понадобилось хозяевам, чтобы счет сравнять. Алексей Бадун стал автором гола. 1-1. И команды отправились на перерыв. Второй период остался за Гродненской командой. Огромное преимущество хозяева, в том числе и благодаря уверенной игре гомельского голкипера Игоря Брикуна, смогли воплотить во взятие ворот только однажды. На 26-й минуте отличился Сергей Малявка. И все-таки суждено было, чтобы и в этот вечер на табло к окончанию основного времени матча горели цифры 2-2. На старте третьего периода Игорь Ревенко счет сравнял. После был безголевой овертайм и буллитый. В серии послематчевых бросков только Герману Нестерову удалось обыграть своего визави. Его бросок и принес Гомелю кубок Руслана Салея. Говоря откровенно, ехали в Гродно только на победу. Мы не рассчитывали, прямо честно говорю, не рассчитывали на иной результат. И вся команда, и тренерский штаб, и все ребята, все как один были убеждены в том, что мы должны привезти кубок в Гомельскую область. Нам это удалось. То есть игра была очень напряженная. И равный счет в основное время, и равный счет в дополнительное время. И в розыгрыше буллитов не то, чтобы нам облуднулась удача, а это плодотворный, кропотливый результат труда всей нашей команды. Самая главная эмоция от завоевания этого кубка заключается в том, что мы завоевали этот кубок со своими воспитанниками в составе. Более того, парень 18 лет в маске играл в финале Кубка Республики Беларусь. Наш воспитанник, наш парень, который тренируется в фармкоманде. Свои ребята, выпускники, которые в прошлом году играли за молодежную сборную, тоже играли в финале Кубка. Розыгрыш Кубка Беларуси по мини-футболу в самом разгаре. В эти дни проходят первые матчи 1-4 финала. В число 8 сильнейших команд турнира попали две дружины из Гомеля. Это БЧ и ВРЗ. Путь в четвертьфинал для гомельских команд сложился по-разному. Подробности далее. Для железнодорожников 1-8 финала оказалась легкой прогулкой. В сопернике дружине Алексея Попова достался Жлобинский БМЗ. Сил противостоять представителю сильнейшего дивизиона чемпионата страны у Столиваров хватило только на первый тайм, который завершился со счетом 3-0 в пользу БЧ. На второй половине игры класс взял свое. Девять раз железнодорожники поразили ворота соперника. Итоговый счет игры 12-0 в пользу БЧ. Хитриками отметились Вячеслав Цверко и Артем Гусельников. Готовились, как и обычно, в каждой игре. Тут нету слабых сильных соперников. Играли только на победу. В четвертьфинале БЧ будет далеко не так легко. Соперник команды Алексея Попова – столица. Менчане выбили из турнира не менее грозный Литсельмаш. В РЗ в 1-8 финала достался не самый удобный соперник. Это Гродненская ОВД «Динамо». В рамках чемпионата вагоностроители уступили милиционерам. Также на своей площадке. Это явно повышало градус кубкового матча. Первый тайм выдался нервным. Как итог, на двоих 10 нарушений и одна красная карточка. Счет открыли гости. Климет замкнул прострел партнера со штрафного. Правда, уже буквально в следующей атаке вагоностроители сравняли цифры на табло. Нарогачев с 10 метров пробил без шансов для голкипера. А еще спустя минуту он же вместе с Шамли убежал в контратаку, которую последний завершил точным ударом. 2-1. В концовке тайма Шамли еще раз отличился. Правда, не голом, а удалением за две желтые карточки. На первых секундах второй половины матча игроки ОВД «Динамо» реализовали большинство. 2-2. На 24-й минуте вагоностроители вновь вышли вперед. Лемешко и Рогачев разыграли двухходовку. Рогачев пробил под перекладину. Ближе к финальной серии гости перешли на игру с пятым полевым, за что дважды были наказаны вагоностроителями. Забивали Чернейко и Клочко. Итог 5-2. С ОВД у нас всегда интересные матчи проходят. Много борьбы, никто не хочет отступать друг к другу. Поэтому такие матчи для зрителей, зрелищные. Получается тяжелые. Надо работать над реализацией момента, потому что много не забиваем. Поэтому есть всегда на чем работать. В четвертьфинале ВРЗ играет со столичным «Дорожником». Это противостояние также обещает быть принципиальным. С «Дорожником» у нас, вы сами знаете, в прошлый раз брали интервью, что у нас здесь как бы принципиально. В том году мы с ними на этой же стадии встретились. Мы уступили им дорогу в двух ничьих. У нас сейчас и Дима Шамли будет пропускать первую игру. Поэтому будем настраиваться, будем стараться проходить дальше. Остальные четвертьфинальные пары составили «Гранит» и «Охрана Динамо», а также «Витены», «Динамо», «БМТУ». Первые матчи проходят в эти дни ответные 8 января. В мире спорта не так много дисциплин, в которых может попробовать свои силы абсолютно любой ребенок. Одна из них – это спортивная аэробика. Как в обычной общеобразовательной средней школе готовят будущих участников вторых европейских игр, узнавал Михаил Садовский. Спортивная аэробика – это вид, в котором гимнасты выполняют под музыку комплекс упражнений с высокой интенсивностью и сложно координированными элементами. Культивируют спортивную аэробику и в Гомеле. Нечасто такое услышишь, чтобы в обычной средней общеобразовательной школе воспитывали профессиональных спортсменов. В учебном заведении этот спортивный вид появился именно благодаря инициативе директора Константина Киржанова. И сегодня восьмерки, прыжки и шпагаты дети отрабатывают в стенах 45-й гомельской школы в клубе «Спортданс». Наш вид спорта сейчас будет очень популярен. И, конечно, на него в этом году обратили серьезное внимание, потому что этот вид спорта включен в европейские игры в 2019 году в Минске. В наших задачах сейчас стоит перед Беларуси действительно развивать этот вид спорта, чтобы в дальнейшем белорусы тоже могли конкурировать на серьезных европейских соревнованиях. Самые главные игры – это чемпионат мира и всемирные игры. В Беларуси есть две судьи соревнований по спортивной аэробике, имеющие международную категорию. Одна из них – Светлана Кашанская. В 2019 году она войдет в состав Оргкомитета вторых европейских игр. А клубу «Спортданс» со статусом научно-исследовательской площадки уже сегодня доверено опробировать уроки по спортивной аэробике. К слову, ребята благодаря своим стараниям и успехам выступают на достаточно крупных соревнованиях. Наш коллектив многократно выезжал на серьезные международные соревнования. Эти соревнования имеют статус европейских. Это Австрия, Чехия, Словакия, Франция. Конечно же, наше ближнее зарубежье – это Россия, прибалтийские страны. И нам очень приятно, что наши ребята тоже пользуются там авторитетом и успехом и привозят медали. На данный момент в составе коллектива «Спортданс» 50 ребят. Немаловажен и тот факт, что тут нет специально отобранных спортсменов. Этим видом спорта может заниматься каждый ученик школы. Здесь можно не только исправить осанку и укрепить тело, но и научиться красиво танцевать. Ведь спортивная аэробика – это единственный вид гимнастики, где используются элементы уличных танцев. Это очень молодой вид, это новая номинация. Она очень зрелищная, она становится очень популярной. Там нет элементов сложности, то, что мы говорим. Она сугубо танцевальная и входит 64 или 32 счета уличного танца. Поэтому она становится очень популярной среди молодежи. Подводя итог, хочется высказать надежду на то, что спортивная аэробика в скором времени будет все больше набирать популярность. Немаловажным фактором станет и присутствие этой дисциплины на вторых европейских играх, которые пройдут в 2019 году в Минске, где наша национальная команда составит достойную конкуренцию и наверняка поборется за медали. В Гомеле прошла республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по бадминтону среди спортсменов 2001 года рождения и моложе. В командном зачете хозяева пропустили вперед только дружину Брестка из Дюшор по акробатике и бадминтону и столичную из Дюшор по настольному теннису. В личных соревнованиях у гомельчан три награды. О том, где и как тренируются наши игроки в бадминтон, в материале Анны Корольчук. Игра с валанами уже 25 лет входит в программу Олимпийских игр и стала неотъемлемой частью программы европейских. В Беларуси бадминтоном занимается около 600 спортсменов в специализированных учреждениях. Гомеле – это детско-юношеская школа Олимпийского резерва номер 7. Тренерский состав возглавляет Александр Евтушенко, который вместе с коллегами готовит около 70 юношей и девушек. Занимаются дети с 7 лет. Я ходила с третьего класса, уже занимаюсь где-то три года. Нам еще сложно удары некоторые делать, новые, но мы не сдаемся. Надо просто растягиваться, заниматься, передвижение делать. Мы постоянно перед каждым тренировкой делаем передвижение, чтобы научиться заниматься. На начальном этапе к ученикам специальных требований нет. Но если говорить о спорте профессиональном, то бадминтон требует устойчивость к нагрузкам и высокую координацию. За матч спортсмен пробегает до 10 километров и прыгает в высоту около 1 километра. Именно поэтому бадминтон входит в тройку самых энергозатратных игровых видов спорта. Чемпион мира, датчанин Виктор Аксельсон, у него рост 2 метра 3 сантиметра. Ну, другие спортсмены в основном тоже все, и китайцы, они все за 180. Но это не главное. Рост в нашем виде, если меньше роста, значит, более быстрые движения. То есть у нас не главное. Ну, главное у нас, наверное, так и во всех видах спорта, это талант и трудолюбие. Стоит отметить, что в бадминтоне нужна и мгновенная реакция, ведь скорость полета валана может достигать 400 километров в час. Бадминтонист работает на пульсе 200 ударов в минуту. Такое встретишь далеко не во всех видах спорта. Не обходится и без серьезных травм. Занимаюсь я около 7 лет, тренировок у меня по 6 в неделю. По часам оно 2,5 часа выходит, где-то так, 2-2,5 часа. Физические нагрузки большие, травмы вечные бывают. Сухожилия рвутся, ну, на древ рвутся сухожилия. Колено, локти бывают, вылетают, плечи тоже. Белорусский бадминтон – это скорее женский вид спорта, ведь именно девушки сегодня имеют более высокий мировой рейтинг и лучшие результаты на международном уровне. Тем не менее, в Гомеле среди лидеров парни. Пять человек находятся в списочном составе различных сборных. Игорь Бондарев, например, недавно вернулся из Праги, где прошло первенство Европы по бадминтону среди спортсменов младше 17 лет. Сборная Беларуси на нем заняла 9 место. Сейчас спортсмен готовится к чемпионату Европы в Копенгагене. Достойно показывает себя и Глеб Швыдков, который на минувшей спартакиаде выступал в парном разряде с Бондаревым. Я, ну, по своему году, ну, как сказать, чемпион Беларуси, ну, по своему году я первое место занимаю. Вот сейчас было первенство, я пятое место занял по 2000 году. Я ездил потом в Эстонию, там занял пятое-восьмое. Ну, и, ну, сейчас поеду на чемпионат Европы в Казань. Потом 19 января поеду в Польшу. Одним из самых ярких спортивных событий уходящего месяца, несомненно, стал фестиваль легкой атлетики «Снежная рысь». В масштабном соревновании, которое уже в третий раз проводилось в Гомеле, приняли участие около тысячи юных атлетов в двух возрастных категориях 13-14 и 15-16 лет из Беларуси и России. В предыдущие два года «Снежная рысь» зарекомендовала себя не просто как турнир, а как настоящий праздник спорта. В этом году организаторы себе не изменили. Красочная церемония открытия. Во время самих соревнований участникам и зрителям также скучать не приходилось. Развлекательная программа шла рука об руку со спортивной. Кстати, в этом году на турнир заявилась 31 команда из Беларуси и России. Стран-участниц планировалось больше. Интерес был. Однако финансовый вопрос не дал приехать в Гомель всем желающим. Награду соперничества это никоим образом не повлияло. Ширится опять-таки российский «Ореол», да, там много команд, Калуга, Тамбов в этом году примкнул, Брянский регион практически всеми школами представлен. А российские лёгкие ответы – это сильное подспорье для определённой конкуренции. Поэтому я не считаю, что слабо как-то там или кто-то не доехал. Но уровень, он остался тот же самый, что и в прошлом году. Кстати, сборная Брянской области действительно приехала в полном составе. Этот российский регион, можно сказать, специализируется на лёгкой атлетике. Между брянскими и гомельскими атлетами в итоге и развернулась главная борьба за награды. У нас команда очень большая. Мы привезли из Брянской области около 150 человек. У нас на Брянщине лёгкоатлетика считается видом спорта номер один. У нас около 100 тренеров работает, очень сильная команда, и мы одна из сильнейших вообще считаемся в Центральном федеральном округе. Наши дети очень хорошего уровня, занимают очень высокие места. У нас тоже серьёзная подготовка к соревнованиям. В Гомеле сильная тоже школа. Где-то мы, где-то они. Так вот пока наравне идём. Говорит, как говорится. Поэтому у вас тоже сильная лёгкая атлетика, и знаем, что у вас она тоже на подъёме. Поэтому конкуренция серьёзная. Просто так не обыграешь. Сильнейших на Снежной Рысе выявляли на беговых дорожках, в секторах для прыжков с шестом, в длину и высоту, а также в толкании ядра. Высокая конкуренция стимулировала высокие результаты. Обновление спортсменами личных рекордов на этих соревнованиях – норма. Чтобы стать лучшим, необходимо сделать немного больше, чем на тренировках. Гомельчанка Кристина Мудрагель победила в прыжках с шестом с результатом 3 метра 20 сантиметров. Поставила на вылечный. Вообще я готовлюсь достаточно давно. И для меня было несчастьем большим, что я наконец-то взяла эту цитут. Сейчас я как бы болею, скажем так, и было именно физически тяжело с болезнью выходить на дорожку. Воспитанник гомельского ЦОРа по лёгкой атлетике Вадим Котек также стал лучшим в секторе для прыжков с шестом. Для спортсмена это первая большая победа. И тоже с личным рекордом. Большие эмоции. Готовился я на тренировках брал 4,40. Сейчас поднял свой личный рекорд на 40 сантиметров. На прошлое это 3,80, сейчас 4,20. Кстати, хозяева команда Гомельского областного центра Олимпийского резерва по лёгкой атлетике выиграла общий зачёт в состязаниях атлетов 2001-2002 годов рождения. На втором месте расположились воспитанники Брянской областной спортивной школы Олимпийского резерва по лёгкой атлетике имени Самотёсова. Замкнула тройку сильнейших команды Гомельской из Дюшор профсоюзов СОЖ. В соревнованиях спортсменов 2003-2004 годов рождения конкурентов не было воспитанником Брянской спортшколы имени Самотёсова. На втором месте команда Светлогорская из Дюшор номер 3. На третьем детская спортшкола Лучи с города Клинцы. Соревнования по прыжкам в воду неизменно входят в программу летних Олимпийских игр с 1904 года. В Беларуси этот вид спорта известен благодаря Вадиму Каптуру, Тимофею Гордичуку и Евгению Королёву. В нашей области этот вид спорта развивается совсем недавно. В Центре подготовки юных спортсменов побывал Михаил Садовский. Прыжки в воду. Сложный координационный спорт. Спортсмены совершают прыжки с различных снарядов. Это вышки от 5 до 10 метров и трамплины от 1 до 3 метров. Во время прыжка спортсмены выполняют ряд акробатических действий. Это обороты, винты и вращение. На соревнованиях судьями оценивается как качество выполнения акробатических элементов в полётной фазе, так и чистота входа в воду. Как и в других видах спорта, фундамент больших побед у спортсменов закладывается с раннего детства. Мы побывали в Гомельском дворце водных видов спорта и узнали, как готовят юных прыгунов. Прыжки в воду в бассейне открылись с 2014 года. Работаем уже третий год. Стараемся развивать этот вид спорта. Детей набираем с 7 лет. На данный момент на отделении работает 9 групп с 7 до 10 лет. Не маловажен именно турнирный опыт тренеров, ведь на соревнованиях недостаточно просто красиво выполнить элементы в полёте. Судьи обращают внимание на качество разбега или исходные позиции, отталкивание и вход в воду. Задача тренера – подсказать юному спортсмену все эти нюансы и научить чётко выполнять все элементы прыжковой программы. Кстати, в середине ноября наши спортсмены пробовали свои силы на открытом первенстве Гомельской области. На республику мы пока не выезжаем, потому что маленькие дети у нас ещё, им ещё только по 10 лет, выезжали на первенство, проводили первенство здесь. Уже, по-моему, три первенства открытых областей мы провели в Гомеле. Результаты разные, в зависимости от того, сколько человек участвует в соревнованиях, были у нас и победители. Вот на недавних соревнованиях мы проводили в 10-х числах ноября открытое первенство. У нас три призёра. В группе Е третье место мальчик, Егор Шестопалов и группа Д Заяц Олег, вот он сейчас прыгает, и Егор Бачкирилл тоже второе и третье место. Но для того, чтобы занимать призовые места, необходимо начинать тренироваться с раннего детства. При наборе в секцию тренеры в первую очередь обращают внимание на общую физическую подготовку, гибкость и прыгучесть, а также координацию в пространстве, что в принципе свойственно большинству детей. А если вспомнить, как горят глаза у ребят при виде воды и вышек, почему-то появляется уверенность, что победы Вадима Каптура далеко не последние в белорусских прыжках в воду. На этом всё. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!